Народов много, страна одна. По таким лозунгам в Ульяновске открыли большой этнографический диктант. Его проводят с 2016 года. За шесть лет вопросы изменились, цель осталась прежней – укрепить согласие межэтнического мира и национального единства. Испытание оформлено в виде текста с вариантами ответов. Из 30 заданий 20 касаются федеральной этнографии, а 10 – региональной. Эти вопросы составлялись учителями, учениками Ульяновской области на протяжении 2022 года. Мы создали на территории региона комиссию, в которую входили в том числе лингвисты, филологи, которые отобрали 50. Из этих 50 уже на федеральном уровне были отобраны 10, которые вошли в состав вопросов большого этнографического диктанта на Российской Федерации. Время для ответов на вопросы – 45 минут. Максимальное количество баллов, которое можно набрать – 100. Для тех, кто участвует не в первый раз, справиться легче. А таких в зале много. Есть и те, кто присоединился у самых истоков. Для них за столько лет этнографический диктант из-за обычной акции перерос в семейную традицию. Сейчас уже больше мы говорим о своих корнях, чтобы мы их не забыли. И вот мои дети, студенты саранских университетов, умеют разговаривать. И сегодня они в Саранске тоже участвуют в этнографическом диктанте. Я думаю, что это дорогого стоит, что я смогла своим детям передать вот ту необычность, наверное, свою идентичность какую-то. По уже сложившейся традиции диктант посвятили Дню Народного Единства. В этом году и праздник, и испытания приобрели новый смысл. Народы России объединились, чтобы не дать врагу шанса переписать или вовсе стереть историю их страны. Это особо подчеркнул губернатор Алексей Русских. Он вместе со всеми проверил свои знания. Когда я получил приглашение прийти сюда, участвовать в диктанте, первый вопрос был мой. Насколько он будет сложный, но мне помогло то, что я очень много езжу по районам, интересуюсь историей, много общаюсь с людьми. Как раз там целый блок вопросов был посвящен Ульяновской области, знаменитым людям. Этнографический диктант продлится до 8 ноября. Для тех, кто не может присоединиться лично, доступен дистанционный формат. Александра Никитина и Даниил Сурков. Управда.ТВ.